Позвольте мне, Ваше Святечество, попросить Вас обратиться к участникам съезда. Пожалуйста. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Тихон, уважаемый Виктор Антонович, дорогие участники заседания, братья и сестры. Сердечно всех Вас приветствую. Наша встреча проходит после довольно длительного перерыва, вызванного эпидемией и ограничительными мерами в связи с распространением опасной инфекции. Очень рад вновь иметь общение с Вами. Для меня наши встречи всегда имеют особое значение. Ведь мы можем обменяться мнениями, поделиться друг с другом важными мыслями о состоянии отечественной культуры, о сохранении языка, о развитии литературы в нашей стране. Убежден, что обсуждаемыми нами вопросы и решения, принимаемые по результатам дискуссии, имеют общественное значение и, надеюсь, способствуют положительным изменениям в образовательной, воспитательной и духовно-просветительной областях. Сегодняшнее свое выступление хотел бы посвятить теме современного состояния русского языка. Церковь, будучи хранительницей духовных и культурных традиций народа, во все времена старается заботиться о нравственном состоянии людей, свидетельствовать о правде Божией, призывает к следованию высоким моральным идеалам, которым надлежит стремиться не только в частной, но и в общественной жизни, в культуре, в искусстве, в образовании и в бытовой сфере. О современных проблемах языка нам доводилось говорить и ранее. Болезни языка хорошо известны. Низкий уровень речевой культуры людей, особенно молодежи. Засилие иностранных заимствований, жаргонов в массовой культуре, в публичной сфере. Недостаточная грамотность письменной речи. Проблемы эти, впрочем, не новые. Мы знаем, что перемены в общественной жизни часто влекут за собой и активизацию языковых процессов. И в частности, появление большого количества незаимствований, образование неологизмов, изменение орфоэпических норм и даже в ряде случаев деформацию фонетического и грамматического строя. Культурная революция, по крайней мере, в России есть и лингвистическая революция, справедливо отмечал известный отечественный филолог Виктор Маркович Живов. Смена культурной парадигмы неизбежно сказывалась и на языке. Самые яркие изменения происходят, как правило, в области лексики. Достаточно вспомнить несколько примеров из прошлого. Так, в эпоху Петровских реформ, в том числе коснувшихся языка, русский язык переживал вторжение большого количества иностранных заимствований. Но в 1730-е годы начинается постепенное освобождение языка от чужестранных слов. Использование заимствований из престижного вдруг превращается в презираемое и свойственное лишь необразованным слоям общества, которое, по метским словам Татищева, тем самым глупость крайнюю за великий разум почитает. После 1917 года наш язык наводнился словами-аббревиатурами, канцеляризмами, вульгарной лексикой, элементами так называемого блатного жаргона. Но и эта волна грубого новояза благополучно схлынула, забрав с собой ненужный мусор и пополнив их язык словами, обозначающими новые реалии жизни. Нечто подобное мы также переживали в эпоху перестройки, в 90-е годы, когда в русскую речь ворвались англоязычные слова и выражения. Часть их была впоследствии усвоена и вошла в нашу жизнь. От некоторых профессиональных лингвистов приходилось слышать, что, мол, язык все переварит, что-то сохранит, что-то отбросит, выработает, наконец, новые формы, и тогда на смену хаосу придет стабильность. Дай Бог, чтобы было так. Но насколько реалистичен такой прогноз? И можем ли мы под этим предлогом игнорировать реально существующие опасности? А что представляют из себя эти опасности? Одна из них – это сохраняющаяся до сих пор нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций. Это особенно заметно проявляется в массовой культуре и в молодежной речи, где обильно присутствуют так называемые вульгаризмы, то есть неуместные заимствования иностранного языка. В настоящее время – преимущество английского. И сразу возникает вопрос – неужели словарный запас находится у многих молодых людей сегодня настолько ограниченным, что им не хватает русских слов для выражения своих мыслей? К сожалению, подобную печальную картину приходится наблюдать и в средствах массовой информации. Речевая культура личности, вне всякого сомнения, опирается ведь на речевую культуру общества. Как мы знаем, у нас в стране давно действует закон о государственном языке, предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык. Но как быть со словами, написанными вроде бы кириллицей, но и при этом являющимися транслитерацией английских слов? Конечно, я говорю не о каких-то узкоспециальных, профессиональных терминах или авторских названиях. Речь идет о бытовом языке, о языке СМИ, о языке литературы, о языке повседневного общения. Это серьезный вопрос специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать, если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно. Понимаю, что языковая политика очень чувствительная сфера. Однако не будем забывать, что ее действенным орудием является не только административное регулирование, но и система образования и средства массовой информации. И в этом смысле особая ответственность ложится на плечи наших педагогов, призванных задавать тон образец речевой культуры. Вот я хотел бы отойти от своего текста сейчас и поделиться с вами некоторыми личными воспоминаниями. Я родился в городе Ленинграде, и жизнь сложилась так, что в 15 лет я должен был пойти работать, ну и продолжал, конечно, обучение в вечерней школе. И многие ставили под сомнение этот мой вызов, выбор, простите, и говорили о том, что не надо было бы уходить из школы. Но получилось так, что начав работать в Ленинградской комплексной геологической экспедиции, я встретился с замечательными людьми, представителями еще старой ленинградской и даже петербургской интеллигенции. И там я услышал такую речь, которую я не слышал в том окружении, в котором пребывал до того времени, как пошел на эту работу. Это была речь образованных интеллигентных петербуржцев. И она была настолько красива, что просто поражала меня. Я с огромным вниманием слушал обычные разговоры на профессиональные и на бытовые темы. Удивлялся тому, как люди могут правильно, грамотно и красиво выражать свои мысли. И когда я допускал что-то неправильное в своих словах, то деликатно, но твердо мои старшие товарищи поправляли меня. Таким образом, тоже формируя осторожное, выверенное отношение к тому, что и как нужно говорить. В связи с этим мне представляется странным и даже совершенно неприемлемым, когда преподаватель вдруг начинает переходить во время занятий на молодежный сленг, используя его как норму в своей повседневной речи. Нередко это делается, чтобы вызвать симпатию аудитории, продемонстрировать вовлеченность в молодежную следу. Думаю, что это ложное целеполагание, которое не соответствует традициям нашей культуры, в которой образ преподавателя всегда воспринимается как идеал и образец для подражания. Ведь преподаватель ведущий, а ученики ведомые. И ведущий никак не должен попадать в зависимость, в том числе от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде. Вообще говоря, растущее употребление стилистически сниженной лексики в публичном пространстве не может не вызывать беспокойство. Просторечные выражения уместны, может быть, в каких-то бытовых ситуациях. Но достаточно ли это уместно, когда человек официально обращается к аудитории или общается даже со своими коллегами? Все же воспитанному интеллигентному человеку, я думаю, не придет и в голову говорить на сленге и использовать грубый жаргон на официальных мероприятиях, в социальных сетях, в телевизионных или радиопередачах, которые смотрят и слушают миллионы людей, в том числе и молодежь. Поэтому я призываю всех тех, кто имеет возможность говорить на огромной аудитории через средства массовой информации, помнить о том, что ваш язык должен быть таким, чтобы не подавать соблазна. В том смысле, чтобы те, кто желал бы подражать вам, не использовали ваши ошибки, не мультиплицировали эти ошибки, не распространяли их в своих собственных аудиториях. Печально наблюдать, что падение уровня речевой культуры затронуло и средства массовой информации, в том числе, к сожалению, теле и радиовещания. Многие из нас помнят, какая прекрасная школа дикторов существовала в советское время. Насколько отточенной, интеллигентной и грамотной была речь ведущих. Это действительно был эталон произношения и интонирования, образец безупречного русского литературного языка. К сожалению, выдающиеся представители старой школы дикторского мастерства постепенно уходят в вечность. Вот и недавно мы потеряли Игоря Леонидовича Кириллова, человека без преувеличения легендарного, талантливого и первоклассного журналиста. Но важно, чтобы те традиции и высокие профессиональные идеалы, которые лежали в основе отечественной культуры публичного выступления, были продолжены и в современных СМИ. Говорю не только о звучащем, но и о печатном слове. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Это слова апостола Павла из его послания к Эфесиным. Однако, как мы знаем из Евангелия, уста говорят от избытка сердца. А что это значит? Это значит, что воспитание культуры слова начинается с воспитания сердца, то есть с воспитания внутренней культуры личности, культуры мысли. «Гнилое слово» — это, конечно, не только слово пошлое, грубое или ругательное, но это еще и слово лжи, клеветническое слово, неправильное слово. Приведу слова известного лингвиста Юрия Владимировича Рождественского, основоположные к филологической теории массовой коммуникации. Он отмечал, что в условиях информационного общества этические задачи языка связаны прежде всего с соответствием текстов массовых коммуникаций, требованием правдивости имен. Поскольку образ, содержащийся в этом коллаже сведений, как характеризует данный рост словесности рождественский, направлен в первую очередь на побуждение к действию. Характер же действий может быть различным, разрушительным или созидательным. Что это означает приимительно к тому, о чем мы сейчас говорим? Если в СМИ или шире, в массовых коммуникациях идет последовательное насаждение чуждых ценностей и культурных парадигм, если все большее распространение получают нетрадиционные для нашей культуры образы, модели речевого поведения, все это неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания. Иными словами, истинность имен, о которой писал Рождественский, это в том числе и соответствие базовым ценностям культуры, в чем заключается важнейшее условие ее сохранения. В связи сказанном следует, конечно, отметить и внешние причины, на которые крайне непросто воздействовать. Эти, как сказали бы филологи, экстралингвистические факторы, связанные в первую очередь со сдвигами в общественной системе ценностей. Казалось бы, что можно противопоставить таким глубинным изменениям? И здесь, на мой взгляд, на помощь может прийти просветительский потенциал литературы, ее способность влиять на умы и сердца людей, актуализировать в сознании людей ценности, лежащие в основании нашей культуры. Мне видится глубоко символичным, что наша встреча проходит в дни, когда отмечается 203-е со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, генерального русского писателя и мыслителя. Его произведение любит и высоко ценит не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Взирая на нашего выдающегося соотечественника и воздавая ему дань и благодарную память, задумаемся и над судьбами нашей нынешней литературы, культуры, о их призвании и ответственности за будущее народа. Дай Бог, чтобы изучение творчества Достоевского и популяризация достижений гуманитарной науки способствовали не только формальному приобщению, знакомству современников с культурным наследием нашего народа, но и возводило их с уровня потребителей культурных ценностей на уровень активных носителей многовековой культурной традиции, преемником и продолжателем делами великих представителей нашего народа, свидетельствующих миру о Евангелии, устремлявших свой взор к горнему, где жизнь наша сокрыта со Христом Боге. Благодарю за внимание и призываю на ваши труды благословения Божие.